Добрый день дорогие друзья, дорогие уважаемые представители масс-медиа. Я благодарю сегодня, что вы пришли на нашу пресс-конференцию, посвященную запуску программы, запуску избирательной компании. Я вынужден сегодня ее представлять один, потому что мои коллеги находятся в территории, работают, рассказывают людям о нашей программе, о наших планах. Поэтому сегодня представлю нашу программу и запуск компании именно я. Дорогие друзья, я не хочу много пустых пафосных речей, они все равно ничего не дают. Я хочу сегодня попытаться очень тезисно изложить наши задачи. Я понимаю, что коллективная память людей часто очень коротка, но тем не менее я придаваю людей подумать о том, что сегодня у вас выбор голосовать за одних и тех же, потому что по сути новых нет, или голосовать за партию Шор, которая доказала своими делами, что мы можем. Я четко могу сказать, что нельзя голосовать за одних и тех же, обманывать самих себя и верить в то, что у них не получилось в прошлый раз, но обязательно точно получится в этом. Да нет, друзья, у них не получилось ни в прошлое, ни в этот, ни в следующий тоже не получится. Они все от одной мамы. Плюс-минус. Вот, если мы посмотрим на все партии, то, в принципе, мы все увидим, что все уже были как-то по кругу власти, и каждый уже себя смел проявить. Правильно? Ну, то есть, каждый уже смог показать, на что он способен. Не важно, находясь у власти в правительстве, находясь у власти в парламенте, находясь в президентуре, находясь в городе, находясь в районе, не важно. То есть, мы уже все это с вами увидели. Рассчитывать на то, что что-то вдруг поменяется, я думаю, что бессмысленно. Дорогие друзья, 30 лет Молдову тянут влево и вправо. 30 лет людей заставляют ходить в темноте, в грязи, без дорог, без парков, без лампочек на улицах и без нормальных условий для жизни. 30 лет мы дружим то с западом против востока, то с востоком против запада. Супер! Но мы за 30 лет не сумели построить свое государство, свою страну. В первую очередь, соответствующий нашим интересам, интересам граждан Республики Молдовы. Дорогие друзья, партия Шор строит и ремонтирует дороги не для своей выгоды, а для людей. Партия Шор вкручивает лампочки в селах не для своей выгоды, а для того, чтобы люди могли безопасно ходить по улицам и не переживать ночью. Партия Шор инициировала проект «Социальные магазины» не для своей выгоды, а для того, чтобы косвенно людям поднять пенсию и дать возможность купить более дешевые товары, когда пенсия на грани минимума и на грани выживания. Партия Шор ремонтирует детские сады и школы не для своей выгоды, а для того, чтобы дети ходили в нормальные учебные заведения и были в нормальных условиях. И мы не показывали пальцем, а вот у соседей так, а у нас плохо. Нет. Там, где партия Шор, там идут процессы, и дети чувствуют себя так же, как чувствуют себя в Европе или в других цивилизованных странах. Партия Шор строит детские площадки не для того, чтобы птичицей, а для того, чтобы дети в селах, которые никогда за 30 лет не имели возможности даже на горке скатиться или имели на старой ржавой понючей, получили новую, современную, красивую детскую площадку. Дорогие друзья, в геополитическом плане мы не ищем врагов, мы не ищем тех, против кого дружить. Мы ищем нормальных, лояльных партнеров, с кем можно выстраивать нормальный, конкретный диалог. Нам абсолютно все равно, кто это будет. Нам важно, что это будут те, с кем мы сможем исполнить программу партии Шора, которую я сейчас расскажу. Мы считаем, что мы не должны опираться в своей деятельности, в своей работе на великих мира сего, на другие страны и просить с милостыней у них для того, чтобы решить свои задачи. Нет, другие друзья, партия Шор видит Молдову самостоятельным, независимым, зарабатывающим деньги государством. Государством, которое способно себя само прогормить и не просить ни у кого милостыни. Голосуя за партию Шор, вы голосуете в первую очередь за самих себя. Ведь мы в Аргееве доказали, люди, которые проголосовали и поверили партии, сегодня живут лучше, чем вся страна. Мы доказали, что люди сделали выбор и не пожалели об этом. Понятно, что чем больше партия Шор возьмет, тем больше она сможет сделать для каждого персонального человека, живущего в республике Молдову. Партия Шор не была ни дня у центральной власти в стране, при этом сумела сделать гораздо больше всех. Вы же это правильно и правда понимаете. Мы никогда не получали ни одного международного гранта, кредита ни с запада, ни с востока. При этом сумели добиться конкретных реальных результатов для людей в наших населенных пунктах. Дорогие друзья, программа партии Шор понятнее, чем любая программа любой другой партии. Очень прост, объяснимый факт. Дело в том, что партия Шор не предлагает вам эфемерных решений. Мы не предлагаем, что если вы нас в 49-й раз изберете, то мы обязательно вам что-то сделаем. И сделаем какие-то вещи, которые мы никогда в принципе в своей жизни не делали. Мы даже не понимаем, как они делаются. Программа партии Шор предполагает только те вещи, которые мы уже испробовали. И мы уже сделали в небольших населенных пунктах. И сегодня хотим распространить их на всю страну. И сегодня хотим сделать так, чтобы каждый житель Молдовы жил так, как живут там, где мы сумели добиться результата. Я начну с экономики, дорогие друзья. Это наш главный конек. Дорогие друзья, я напомню. Придя в Аргеев, я получил горо с бюджетом в 14 миллионов леев. Уходя с Аргеева и сегодня, бюджет Аргеева 63 миллиона леев. Мы сумели добиться в 4,5 раза увеличения бюджета. И сегодня Аргеев даже без дополнительной дотации в самостоятельный город будет сам строить дороги, будет сам ремонтировать парки, сам вкручивать лампочки. Ему не нужна помощь. Он сегодня опережает на 15 лет любой город Молдовы самостоятельно. Программа экономики партии Шор не предполагает просить и умолять и кичиться грантами и кредитами Запада. Мы считаем, что это позор, стыд и ущербность политиков, которые гордятся тем, что им кто-то что-то даст. Нет. Наша программа говорит о самостоятельном зарабатывании денег. В первую очередь. На второй день после прихода к власти мы ведем государственную монополию на импорт алкоголя, нефтепродуктов и табака. За считанные месяцы нам позволят в разы увеличить бюджет республики до того уровня, когда мы сами себе позволим без грантов, кредитов строить дороги, решать социальные проблемы, о которых я скажу далее, и поднять уровень жизни людей в разы. Сделать так, чтобы люди в Молдове жили хорошо и могли себе позволить достойную, нормальную, качественную жизнь и иметь деньги в кармане. Экономическая программа партии Шор предполагает незамедлительное начало строительства государственных фабрик, заводов и предприятий в каждом районе страны. Дорогие друзья, это не эфемерная идея. Я в Аргееве доказал, что муниципальные предприятия могут, оказывается, давать доходы, которые за 30 лет давали ноль, фигу. Сегодня они дают доход, сами развиваются, сами строятся, и все у них хорошо. Мы доказали, что если правильно менеджировать предприятия, это эффективно. В Молдове до сегодняшнего дня нет ни одного госпредприятия более эффективного, чем муниципальные предприятия города Аргеев. Соответственно, я уверен и считаю, что если правильно подойти к этому вопросу, единственный выход, чтобы дать рабочие места людям и поднять экономику, это построить собственный завод. В первый год мы уверены, что мы сможем как минимум в половине районов выстроить предприятия, фабрики, которые дадут рабочие места и доход в бюджет. Еще одним очень важным фактором и задачей партии ШОР является качественный сбор налогов. Дорогие друзья, я вам дал, вы помните прекрасно мою войну с карьерами в Аргееве. Чтобы вы знали, до момента, пока я пришел в Аргеев, карьеры за 30 лет платили ноль в бюджет города. Сегодня мало много, 4,5 миллиона вин баня и ич, лабуджет. Никогда такого не было. Меня критиковали, воевали со мной, говорили, что я плохой захватчик, но в конце концов выиграли мои бабушки и дедушки, которые сегодня с этих денег имеют бенефит. Я заставил платить налоги тех, кто никогда в своей жизни этого не делал. Меня критиковали за то, что я на 600% поднял налог на сигареты. Да, проиграли 50 бизнесменов. Но выиграли тысячи людей, которые сегодня получают все, что им необходимо. Ремонт дворов, садиков и все необходимое, что нужно нормальному городу для работы. То же самое я сделаю по всей стране. Дорогие друзья, я уверен, что мне хватит полгода для того, чтобы доказать, что экономическая модель, которую я предлагаю в Молдове, единственная способная дать реальных денег в бюджет. Не эфемерных, не кредитов, не гордиться грантами, а реальных денег, честно заработанных своей стороной в бюджете. Социалка. Конечно, все начинается с денег. Именно поэтому я вам в первую очередь сказал про экономию. Дорогие друзья, я не хочу называть вам цифр 5 тысяч лет, 15 тысяч лет, это будет несправедливо. Но я гарантирую, что через 6 месяцев, когда я смогу увеличить бюджет в разы, я сделаю пенсию настолько достойной, что бабушки начнут помогать своим внукам, а не наоборот, как это сегодня. Я четко уверен, что открыв предприятия по республике, я смогу дать нормальные рабочие места каждому человеку, кто захочет работать в нашей стране. Я давно говорю о том, что еще до коронавируса, что Молдове необходимо и жизненно важно ввести, повторюсь, необходимо и жизненно важно ввести минимальный доход для каждого гражданина. Вспомните, в 16-17 году, когда я выходил и говорил, каждый человек должен иметь минимум хотя бы 2 тысячи лет дохода, невзирая от его сегодняшнего статуса, работает он или не работает. Коронавирус доказал, что я был прав, потому что пришел коронавирус, многие люди остались без работы, дома, без денег, без хлеба. И я очень многим помогал в это время, и многие это знают. Вот вопрос заключается в следующем, что это должен делать не я, потому что я не могу помочь всей стране, а это должно делать государство. Именно поэтому, как одну из главных социальных задач, мы ставим перед собой введение в течение первого года правления минимального дохода в районе 2 тысяч лет для каждого гражданина. Чтобы человек не зависел, есть у него работа, нет у него работы. Чтобы он мог прожить, выжить и прокормить свою землю хотя бы в минимум. Да, я всегда говорил и считаю, что образование должно быть тотально бесплатным абсолютно для всех. И высшее в том числе. Мы не должны показывать детям, есть у родителей деньги или нет, чтобы ребенок мог закончить вуз. Лекарства для пенсионеров должны быть бесплатные. Не должны, а обязаны быть. И это тоже я обязую сделать в первый год правления партии ШОР. Дорогие друзья, я четко вам сегодня могу заявить, что необходимо радикально изменить социальную жизнь граждан. Мы должны людей насытить деньгами, в карманы, не пустыми обещаниями, не рассказами, не сказками. Отдать людям денег путем пенсии, путем зарплат, путем минимального дохода. У людей должны появиться деньги, экономика по-другому не заживет. Следующий очень важный сегмент. Помощь мамам, то программу, которую мы делаем в Аргеве давно. Да, я всегда говорил, что государство с первого дня рождения должно откладывать, пусть небольшую, но сумму. Там, чтобы к 18 лет у каждого ребенка нашей страны был не долг перед Международным валютным фондом, а на счету какие-то деньги для того, чтобы можно было построить свое дело, купить квартиру, выйти, жениться, создать семью и так далее. Социальное жилье. В Молдове нет и не было социального жилья, кроме того проекта небольшого, которого мы сумели реализовать в Аргеве. Почему? Социальное жилье, дорогие друзья, это не когда вы заставляете семью платить 15% даже от 50 тысяч евро, которых у них нет. Я считаю, что государство должно немедленно внедрить программу социального жилья. Когда семья может получить кредит на 50 лет без первого взноса, чтобы иметь возможность выплатить эту квартиру. Неважно, пусть выплатят за 10, за 15, за 20, но каждая семья в Молдове должна получить свою квартиру, должно получить угол, должно получить место для жительства, должно получить возможность для того, чтобы рожать и воспитывать детей. Инфраструктура. Я не буду вам рассказывать, что мы единственные, кто умеем строить и что-то делать. И мы это доказали. Все находятся в утробе. Страна тонет в грязи, в авралах. Мы единственные, кто сумели построить, сделать и доказать, что мы можем. Именно поэтому мы считаем, что единственный выход из ситуации, это немедленно создать государственную компанию, которая будет строить так же, как строится сегодня Аргия, государственную, не частную, не тендера, не воровать деньги, не искать виновных, почему не построили по 5 лет ту или иную дорогу, а строить самостоятельно, закатать рукава и пойти работать. И я уверен, что я за год правления партии ШОР сумею показать вам, на что мы способны. Показать вам, по каким дорогам вы будете кататься и какие-то лампочки у вас будут кручены. И что вы больше не будете бояться выйти с ночи с подъезда, упасть, в яму провалиться. Потому что вы не будете видеть, куда идти, и у вас будут такие ямы, что вам некогда будет их обойти. Я это умею лучше всех в стране, я это доказал. Моя команда реально единственная, эффективная и способная, что-то строить и что-то делать, а не болтать и разговаривать. Дорогие друзья, обращаясь к диаспоре. Диаспора, уважаемая наша дорогая диаспора, вам рассказывают мифы, сказки о честности. Только что это кому даст? Те, кто сегодня вас пытаются обмануть и рассказать, уже были у власти. Что они сделали? Для вас или для тех, кто живет дома ваших родственников? Они что, вам построили дороги? Нет. Они вам вашим мамам, бабушкам подняли пенсии? Нет. Они вашим детям в Молдове построили детские площадки? Тоже нет. Так что же в них хорошего? То, что они честны? Да и 300 раз. Честные или нечестные, мы еще это увидим, и вы в этом убедитесь. Вы уже видели историю успеха Филата Честного в Молдове. Вот вам вторая история. Вы хотите этого же? Я думаю, что вам не это нужно. Извините, но это мое мнение. Вам нужно, чтобы мы построили страну, в которую вы вернетесь домой завтра. В которой вы вернетесь, и вам сразу дадут несколько тысяч евро на счет, чтобы вы могли первые месяцы прожить, пока найдете работу. Вам нужна страна, в которой вы вернетесь, и не почувствуете разницу в дорогах между Италией и Тишиневом, или любым другим городом нашей страны. Вам нужна страна, в которую вы вернетесь, и которая даст вам без налогов ввести все накопленное имущество за рубежом. Вам нужна страна, которая даст вам рабочее место. Сразу, здесь и сейчас, с хорошей зарплатой. И это то, что я вам предлагаю. Я не предлагаю вам эфемерных сказок, дружбу с Европой, рассказываю о Международном валютном фонде, как мы кого будем целовать в одно место. Знаете, у меня есть такая шуточная фраза, шли Европу, а попали, куда рифмуется. Вот это примерно про нас сегодня. Вы хотите дальше, а я думаю, что не стоит. Пора остановиться. Дорогие друзья, дорогая диаспора, я вам давал несколько недель назад пример о том, как государство Израиль поступило со своей диаспорой. Как за 20 лет вернулось 5 миллионов населения в страну. Как сумели сделать, что страна выросла, а не потеряла в населении. Дали условия людям, и люди массово начали возвращаться домой. Вот это нам нужно дать диаспоре, а не сказке, что мы будем править по-европейски. Да наше по-европейски мы уже видели. Воровство, скудничество, тупость и глупость. Коррупция. Дорогие друзья, Я не хочу высмеивать эту тему, потому что все политики сегодня пытаются поднять на теме войны, борьбы с коррупцией. Никто не рассказывает, как это сделать, но все умничают и считают, что они ее победят. Как кто-то создает какие-то пустые комитеты, кто-то еще что-то, какой-то бред несут, какую-то чушь. Единственная партия, которая предложила реальную, повторюсь, реальную, прошу прощения, реальную программу по борьбе с коррупцией, это партия ШОР. Мы сказали, дорогие друзья, есть четыре пункта, которые необходимо сделать. Пункт номер один. Комиссаров районов, прокуроров районов, судей должны быть избранными должностями. Все, точка. Люди должны выбирать и доверять этим людям. Второе. Мы должны обеспечить этим профессиям зарплату минимум в полторы тысячи евро, чтобы им не нужно было думать о том, как прокормить свою семью и как брать взятки. Третий, самый главный вопрос и единственное решение. Это сделать незамедлительно систему судов присяжных. Когда простые люди, ведь любая коррупция где решается? В суде, правильно? Ну, финал, исход. Что происходит в суде? Приходит одна сторона, дает рублету, вторая сторона рублету. И вот так решается молодость. Мы это с вами прекрасно знаем. Все говорят, плохо, нехорошо, коррупно. Дайте судьям зарплату. Дайте им пять тысяч евро. Пусть их будет в пять раз меньше. Но у них будут зарплаты, которые они будут бояться потерять. И введите в суды присяжных. Где простые люди, простые люди будут определять виновность или невиновность людей. Пусть судья сидит. Но он должен определять юридическую статью, меру наказания. Но ни в коем случае невиновность или невиновность. Все. Только так мы сможем победить коррупцию. Все остальное мифы, сказки и рассаказы. Забудьте, дорогие друзья. Дорогие друзья. И в завершение скажу следующее. Вы знаете, в 2015 году, придя в Аргеев, на выборы, за три недели до выборов, я народу честно сказал. Друзья, я ничего не понимаю в том, как управлять городом. Я честно сказал на первой своей избирательной встрече. Я вообще только что спустился с трапа своего самолета. И в принципе я не понимаю, что делать. Что такое канализация, что такое дорога. Я понимаю одно. Что если вы меня изберете, я буду работать 24 часа в сутки, а я это умею. И я сделаю, чтобы вы реально стали жить лучше. Почему? Потому что у меня другого выхода нет. У меня айсовесть. Если вы мне доверитесь, я такой человек. Дайте мне, пойдите мне на шаг вперед, я вам сделаю три. И я благодарен людям, которые в 2015 году дали мне 68% мандата доверия. Я их не подвел. Мне еще не стыдно смотреть в глаза. Мне еще не стыдно быть тем человеком, кто их попросил и сдержал свое слово перед ними. Я их не обманул. Но я им сказал одну вещь. И я им дал слово. Что если у меня через год не получится, я не смогу, я встану, подниму руки и уйду. Я не буду держаться за кресло примара. Мне оно не нужно. Мне не нужна политика. Мне она неинтересна. Я пришел сюда для того, чтобы реализовать свои собственные амбиции. Для того, чтобы доказать, что я хороший человек и что я умею работать. И что я самый эффективный менеджер в Республике Молдова. И что я сделаю вашу жизнь лучше. Я это сказал людям и сдержал свое слово. И через год, если бы я не сумел сделать то, что я сделал, я бы встал, собрал свои манатки и ушел бы с кабинета. Сегодня партия ШОР идет на выборы не для того, чтобы поучаствовать в выборах и получить депутатские мандаты. Мне они не нужны. Нашим коллегам тоже они особо не нужны. Мы идем для того, чтобы изменить жизнь людей радикально, быстро. Не за 5 лет, не за 15 лет, не за 20 лет, а за год. За год доказать, что мы вот так умеем построить страну, в которой каждый человек будет себя чувствовать в первую очередь человеком. Партия ШОР идет на выборы для того, чтобы выиграть и для того, чтобы получить пост премьер-министра Республики. Премьер-министр, который сможет построить и изменить жизнь людей к лучшему. Не просто к лучшему, а для того, чтобы дать каждому человеку возможность чувствовать себя человеком с деньгами в кармане, с хорошими условиями жизни. И сделать так, чтобы каждый человек сумел быть самим собой и жить хорошо у себя дома. Да, я знаю одну вещь, что на посту мэра я был самым эффективным мэром в истории Молдовы, потому что я сумел все пустые обещания реализовать. Те, кто раньше обещали, а я взял, закатал рукава и сделал. Поэтому я знаю, что я смогу быть самым эффективным премьер-министром Республики Молдовы, который сумеет реально за год изменить жизнь людей к лучшему здесь и сейчас. Я сумею сделать так, что каждый, в том числе из вас присутствующий, потому что вы тоже, уважаемые масс-медиа, жители, граждане этой страны. Да, у вас понятно, что у вас есть профессия хорошая, у вас чуть лучше условия, чем у пенсионеров и у других. Но вы тоже хотите ездить по хорошим дорогам. Вы тоже хотите, чтобы такие, как Архиелленды были в Кишиневе, в других городах и селах, куда вы ездите. Вы хотите, чтобы ваши родители в селах выходили на улицу и не боялись. Вы устали за 30 лет от очередных сказок политиков. Скажите мне, где я политически кого обманул? Все свои политические обещания я сдержал и каждое свое слово я выполнил. Мне некуда от вас бежать и прятаться. Я себя хотел просто уйти с политики, я бы давно это сделал. Мне не нужна политика для заработка денег и для самоцели, вы это прекрасно знаете. Мне нужна политика, потому что я хочу доказать, что моя страна самая лучшая. Я хочу доказать, что я самый эффективный руководитель могу быть этой страны. Единственный, кто реально будет строить, делать, а не болтать и разговаривать. И в завершении. Дорогие друзья, меня поливают по-моему уже 6 лет с вопросами о миллиарде. Я не хочу сейчас, я не хочу углубляться, потому что я 2 недели потратил на то, чтобы доказать и попытаться документально объяснить людям обо всем, что произошло на практике. И сегодня, когда я пришел за 7 лет с реальным решением проблемы, с реальным решением, не с пустыми обещаниями, не со словами, не с сказками, не с рассказками, а с реальными предложениями, ни одна из структур власти даже не захотела обсуждать это. Это говорит о том, что все 7 лет они просто поливали меня грязью для того, чтобы поливать. И никогда у них не было желания решить этой проблемой. А проблема есть. Проблема есть, потому что те, кто украл, должны как минимум вернуть. Дорогие друзья, на этом все, что я хотел сказать. Я хочу призвать всех жителей Республики Молдова. Прекратите наступать 30 лет подряд на одни и те же грабны. Прекратите 30 лет верить тем, кто вас уже по 5 раз обманул по кругу. Прекратите заниматься пустым самообманом. В этот раз, придя на 11 июля на избирательный участок, подумайте лишь об одном. О том, как вы хотите жить через год, кто вас никогда не обманывал, и что вы хотите для будущего своей страны. И что вам подсказывает ваше сердце. Спасибо, дорогие друзья. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Во-вторых, я вам не говорил, где я нахожусь, и говорю, что я нахожусь в безопасном месте, и я объяснял уже почему. А во-вторых, два момента. Два года я не нахожусь в публичном пространстве. И за два года те изменения, которые были сделаны и в Аргеве, и в населенных пунктах, где я управляю, были сделаны. И каждое свое слово я сдержал. Не в зависимости от того, где я нахожусь. У вас в Кишиневе сидят все политики, каждый день мучают от Кишиневских асфальтов. И что? Вы увидели результат? А теперь заедьте в Аргеев. За два года мы сделали ох, как много проектов, и решили ох, как много задач. И я не мучил асфальт Аргеева. К сожалению. Это первое. И второй момент. Очень скоро, в ближайшее совершенное время, я появлюсь в публичном пространстве. Кому это хочется или не хочется. А то что я обещаю, я выполняю. Вы это знаете. Я не пустыслов, в отличие от всех остальных. Спасибо. Дома Шар, путы, пожалуйста, мне сказали, «Кои самые богаты, которые самые богаты из вашего партия?» «Стут, которые самые богаты?» Да, самые богаты. Слушайте, я, честно говоря, в карман соседу не заглядываю. У меня нет такой дурной привычки. Меня родители с детства учили смотреть на свое и не смотреть на чужое. Поэтому у кого что есть за них сейчас лифарат, я знаю, что, я не знаю сколько у них денег, но я знаю, что каждый из моих коллег сделал в разы больше для нашей страны, чем другие коллеги из других партий. Я знаю четко, что каждый мой коллега, он честный, порядочный и правильный человек. И я готов ответить за каждого из них. Потому что я их знаю всех много лет. Но сколько у них есть коллеги, и на самом деле, сколько у них есть коллеги? Я? Я самый интегритат в Республике Молдова. Вот самый, поверьте мне. Мне точно ничего не нужно. И вы это прекрасно знаете. Я вам пытался одну вещь сказать очень давно. Дорогие друзья, прекратите издеваться над темой кражи миллиардов. В 2011 году я, Илон Шор, сидящий перед вами бизнесмен, имел... История Бема 2014 года, напоминаю, кто не помнит. В 2011 году я, молдавский бизнесмен, имеющий массу бизнесов в других странах мира, имел свой самолет, деньги и все остальное далеко до истории с Бемом. И у меня всегда была возможность. И если сегодня вы думаете, что мне нужна политика для того, чтобы что, заработать деньги? Нет, вы это прекрасно знаете. Поэтому самый интегритат это я. Вот поверьте мне, нет других. Все другие все равно раньше или позже будут брать взятки. Мне взятки не нужны, вы это знаете. Я вам сказал, что очень скоро вы меня увидите в публичном пространстве. Да, кыть баня, Астасия Илон Шор? Кыть баня, что есть? Прошу прощения, я не услышал. Кыть баня, Астасия Илон Шор? Астасия Илон Шор, чтешная декларация в Рокформос. Илон Шор вынужден из-за нападок за последние 6 лет быть иждивенцем на шее родственников. Поэтому приходится мне их чуть-чуть потряхивать, чтобы выжить. Но это не важно, сколько имеет денег Илон Шор. Важно, что Илон Шор точно никогда не будет брать взяток. И важно, что Илон Шор всегда засовывает руку в карман родственнику или соседу, заберет у него и положит для страны. Построит на это архея ЛЭА, сделает дорогу, крутит две лампочки. Поверьте мне, я умею это делать очень хорошо. Но точно Илон Шор не будет у нас брать, не будет у народа никогда ничего брать. Это факт. Но, в основе чего вы делаете вывод бенефициарий фруктуры миллиардов? На основе заказного отчета КРОП, мы прекрасно понимаем что КРОП был проплачен и мы с вами понимаем чем. Кто дал денег, чтобы написать мое имя в КРОЛе и всех остальных? Это раз. Два. Еще раз повторюсь. Я, Илон Шор, которого вы шесть лет поливаете грязью, но не вы, прошу прощения, многие политики нашей страны, пришел и сказал, друзья мои, хватит меня поливать. Я убедил опционеров банка закрыть те деньги, которые вы, негодяи, чиновники и политики, украли из бюджета. А потом мы с вас всех их взыщем, с реальных бенефициаров. Где ответ? Нет ответа. А знаете почему? Потому что все чиновники испугались. Потому что каждый пример, тот, кто был премьер-министром, подписывал госгарантию, понимает, что он имеет ответственность. Губернатор Национального банка, который физически нажимал на кнопочку выдать деньги из Национального банка, имеет ответственность. Те госчиновники, которые брали своим родственникам кредиты и не вернули, имеют ответственность. И все понимают, что в эти ручки они попадут. Очень скоро. Я шесть лет терпел, молчал, думал. Ажунь, пора возвращать, друзья мои. Не хотите вернуть вы сразу, окей, я положу за вас. Но потом вы каждые заплатите мне в два раза больше. Это я вам обещаю. Поэтому, дорогие друзья, еще раз хочу сказать. Я четко могу сказать, что я единственный, единственный человек в Республике Молдовы, кто точно никогда не брал и взятых брать не будет. И засунет руку в свой карман и в карман соседа. И положит его для граждан Республики страны, а не для себя. Спасибо. 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 Спасибо.